доброго всем времени суток друзья и у нас сегодня будет на обзоре новый проект относительно новый но проект называется иркутск 38 этот остров существует уже какое-то время но он закрывался для реконструкции и вот он сейчас открылся вновь и готов принимать гостей давайте зайдем и посмотрим что это за проект ну и уже по первым менюшкам я вижу что проект собран на достаточно старенькой сборочки ну это как бы не показатель принципе надо зайти посмотреть все своими глазами давайте зайдем посмотрим и вот так появляемся мы встречает нас песенка как вы слышите в жанре шансона я уже отсюда вижу огромное количество каких-то строений и очень низкий fps наверное связаны с этими строениями ну давайте поближе подойдем все рассмотрим ну и да традиционно здесь центр ковалы очень сильно застроен застроен так сказать сторонними зданиями свои же штатные здания как вы видите здесь практически полностью вынесены вместо кварталов здесь стоят такие вот парковочные места кстати оба оборудована очень симпатично но видите стоит будочка есть там нпс-шка стоит но антураж есть да есть но очень очень много просто очень много добавлено других текстур сторонних текстур как видите и асфальтное покрытие полностью заменено и даже отрисовка сделано заборчики заборчики вот так выглядит центр ковалы очень много зданий просто одно на одном навалено не знаю насколько это хорошо вот не знаю я лично сторонник того что сторонние здания должны быть они оживляют игру но когда они навалены в одном месте это просаживает fps и поэтому здесь находиться не очень комфортно но это дело наверно вкуса и дело каждого зависит от машины на которой вы играете если у вас очень мощный процессор то вам здесь будет достаточно приятно находиться мне же не очень хорошо fps просаживается дальше давайте обратимся к карте и вот здесь есть интересное решение на мой взгляд ну здесь карта как карта она в общем-то старого образца и тут единственный минус этой карты тут эти сиреневые иконочки которые плохо читаются но они в принципе достаточно информативные потому что на каждой иконке нарисовано инструменты и вообще можно понять что надо делать на этом объекте но не в этом дело фишка этого проекта и этой карты вообще не в этом наверное вы заметили вот это огромное зеленое пятно это и есть зеленая зона она здесь занимает пол карты то есть таким образом разработчик разделил карту на две части в зеленой зоне запрещены всяческие действия против гражданских не гопать не сбивать не убивать здесь нельзя для этого вам отведена вторая часть карты выезжая из зеленой зоны вы берете всю ответственность на себя потому что там считается неподконтрольная территория все это прописано в уставе правил этого проекта и вот перед вами вырезка из правил как раз относящиеся к этому моменту и вот на мой взгляд это если не гениально то отличнейшее решение создать геймплей для любого сословия игроков для любого пласта хотите играть спокойно и мирно не выходите из зеленой зоны хотите пощекотать себе нервы ну вам все карты в руки в любом случае выбор за вами но мы тем временем будем смотреть дальше что здесь на огорожено в центре ковалы давайте посмотрим для начала какие здесь выдаются пособия наверное смотрите такая лужица крови сделано антураж присутствует скорее всего это аптека да по персонажу мы видим это скорее всего аптека ну а сами аппараты и менюшка конечно же принадлежат к старой сборке ничего особенного здесь нету но посмотрите на размер пособия это так называемые подъемные просто какие-то конские подъемные огромная сумма огромная и казалось бы с чего я заберу такие выводы но потому что в ближайший же магазин например аптека я зашел и посмотрите какие суммы здесь цены то есть ну вообще мизерные да как бы текстурки ничего такого особенного нету и сама панелька выполнена в старом стиле мы такое уже видели очень много раз но меня удивили цены посмотрите сколько все стоит все стоит копейки по сравнению с тем что мне дали двести пятьдесят тысяч здесь во всех магазинах все товары стоят сущие копейки но очень дешево кроме техники вот техника здесь стоит больших денег техника и недвижимость что в общем-то говорит о достаточно легкой экономики на этом проекте посмотрите на антуражность везде есть npc везде боты да они не анимированные они в общем-то бесфункциональные но они придают антуражности казалось бы мелочь но вот эти мелочи придают и создают вернее атмосферу самой игре приятно находиться ты как бы общаешься не с каким-то висящими в воздухе сапельками а вот с npc шками похожими на человека да ну вот в общем то еще один магазин давайте посмотрим на эти цены на эти продукты и вы увидите что здесь экономика достаточно простая и в общем-то по финансам вас ничего здесь не напрягает ну вот пожалуйста вам цены самый дорогой товар стоит две тысячи напомню что нам дали подъемных двести пятьдесят тысяч и каждые там по моему 15 минут нам будут падать еще по 10 тысяч это так сказать пособие по безработице ну вот смотрите сами делайте выводы сами простая здесь экономика или сложная на мой взгляд очень простая но такой вот пейзаж в стиле греко-римской тематики нам открывается самом центре этой площади мебель кстати которая здесь стоит вся интерактивная на нее можно сесть ну садится он достаточно кривовастенько но она присутствует посидеть можно ну кривовастенько посидели пойдемте дальше а дальше у нас магазин одежды хотя выглядит на самом деле как салон сотовой связи не особо подобрана грамотно но выбранные выбрана ладно зайдем посмотрим что за одежда здесь есть но одежда как мы видим огромное количество и заметьте опять цены цены мизерные да напомню еще раз что нам дали подъемных двести пятьдесят тысяч в общем то я могу принципе купить здесь все вообще вот весь этот список можно купить этот и еще список рюкзаков и список шапок все можно купить выбор одежды как вы видите огроменный то есть ну добавлено практически все уникальные одежды скажу честно ну я заметил немного но уникальная одежда есть так например здесь есть костюм мотоциклиста который в себя вмещает больше чем рюкзак чем большой рюкзак имеется ввиду есть такая одежда то есть если взять большой рюкзак плюс этот костюм мотоциклиста то в принципе для сбора ресурсов вам больше ничего и не понадобится будет огромное количество можно будет собирать вот еще есть некоторые интересные вещи в отделе шапки там мне понравились и есть и сомбрера есть шапка красноармейца но интересные такие есть предметики также представлены шлема мотоциклистов ну такие вот не очень нужны мне кажется треуголки шляпы в общем огромное количество вы сами это вы видите ну и цены еще расскажу цены конечно мизерные что в общем то говорит о том что напрягаться по финансам на этом проекте особо вам будет не надо но это я еще покажу в дальнейшем именно имеется ввиду процесс экономики процесс сбора ресурсов какой-то начальной работы до этого мы еще дойдем но пока вот такая вот здесь есть одежда к сожалению все показать не смогу потому что проект находился на тот момент когда я снимал в стадии тестирования и периодически как бы мод снимался и перезагружался поэтому как раз вот в конце вот этого вот показа меня выкинуло поэтому вот покажу то что пока есть ну и вот после перезалива мода я вернулся на то же место единственное что я еще за кадром прикупила такой огромный рюкзак вы давайте смотреть дальше как видим есть зона отдыха рядом с магазином в этой зоне особого функционала то нету но вся мебель здесь интерактивная то есть мы можем здесь с друзьями собраться посидеть такое уютное местечко особой смысловой нагрузки на этом объекте нету но таким образом автор выделил место для игроков которые уже там под конец бурию хотят побеседовать пообщаться посидеть уютной обстановке они просто как-то сидя на земле очень прикольное место пойдем смотреть дальше ну а дальше у нас сразу же за аптеки который я вам уже показывал находится мотосалон и мне просто интересно без лицензии сможем мы посмотреть на список того что там продается или нет сам магазинчик прикольный но уж очень очень ярко и все мне даже пришло в голову мысли немножко убавить цветности в настройках потому что но очень любит просто так вырви глаз здесь надо взаимодействовать с этим бородатым нпс шкой но как видите без лицензии нам ничего не продадут придется прийти в другой раз вот только бы не забыть прийти и посмотреть на этот список обычно я забываю блин это ладно и смотрим дальше ну а дальше напротив магазина лежит куча золотых слитков и какая-то симпатичная нпс шка для чего это место я не знаю скорее всего просто антуражность атмосферность хотели придать больше смысла никакого в этом нету вот так выглядит это и пищи шка но в целом это очень странная локация даже не знаю для чего она нужна о красоте наверное я не буду даже рассуждать хрен знает зачем это надо пойдемте дальше ну а дальше так как на этом проекте без лицензии ничего не увидеть мы посетим наверное магазин лицензии соответственно и приобретем то что нам необходимо давайте посмотрим как это выполнено но сразу же бросается в глаза что здание которое выбрали под магазин лицензии на самом деле почтовое отделение опять странный выбор как с магазином одежды который находится в салоне сотовой связи ну и вот лицензия опять посмотрите какие цены здесь в общем то я могу купить сейчас сразу же все лицензии но если бы мне была такая нужда потому что денег подъемных мне дали огромное количество лицензии стоит вы сами видите сколько ну естественно пользуясь случаем я возьму сразу же все мне необходимые лицензии и на переработку и на добычу и сразу же на домовладение и тому подобное в общем возьму огромный список этих лицензий чтобы потом уже не париться но пойдем мы с вами первым делом посмотрим на магазин грузовиков на количество представлены здесь техники ну и все остальное и вот заметьте опять здание мало того что он стоит не в стандартном месте хотя недалеко от того где обычно на этой сборке ставится магазин грузовиков но как принято на этом проекте ставится в другом месте и еще заменено здание здание симпатичненько присутствует рекламный баннер заменено подъездное полотно но в общем добавление очень много вообще в стандарте этой сборки магазин грузовиков ставится вот в том сереньком неприглядным зданием на всех островах он находится там но здесь как вы видите его перенесли вот сюда но и в отличие от магазина лицензии и одежды тематически как видите этот магазинчик поставлен грамотно все подходит все по антуражности замечательно следующее за что хотелось бы сказать спасибо автору этого везде во всех магазинах или рядом с магазинами стоят банкоматы никуда бегать не надо здесь они рядом с каждым магазином присутствует ну и давайте уже перейдем к списку транспортом и как видите список транспорта ну достаточно весом большое количество автомобилей всяких разных есть и стандартные и нестандартные но а цены вы видите сами на говорить о том что уж очень очень сильно завышенная цена я не могу на то пособие которое мне дали я уже могу себе что-то позволить но тем не менее есть и машина который стоит больших денежков ну это вы все сами видите сами модели есть красивые да вот даже тот же стандартный как видите в новых текстурках выглядит уже по-другому машинки есть красивые есть интересные машинки есть как видите модели наверное сборщиков что ли да вот видите вот эта модель на скорее всего это модель сборщика да ну вообще как видите написан добытчик ну я уже привык по真的 называть сборщиками вообще для чего он здесь очень странно потому что потом я вам покажу здесь процесс сборки ресурсов как выполнены вы удивитесь тоже вместе со мной еще мне понравилась вот эта модель шишига газ 66 я первый раз вижу в армии эту модель ну скорее всего что она где-то присутствует но просто мне не приходилось ее никогда видеть вот есть в разных модификациях но я не видел никогда шишиги на армии ну такие урала это да понятно уже известной модели появляется очень на многих проектах и урал и вот эти next и тоже появляются очень часто а вот кразик я видел всего один раз мне очень заинтересовала эта модель к я видел красно одном из проект который уже к сожалению закрыт на данный момент мне очень понравилось я встал перед выбором что же мне сейчас купить крас или же газ 66 и ту и другую машинку очень хочется посмотреть ну а пока давайте посмотрим что еще есть на этом проекте ну посмотреть реально есть на что мало того что представлено огромное количество различных моделей автомобилей так еще есть огромная куча их модификации как видите вот есть даже камаз вот в такой вот вариации длиннющий как и не знаю что даже длиннее по моему вот этого до такого камаза я не видел еще очень длинная длинная машина есть и на марке есть очень много вообще но я вот пытаюсь вспомнить какой проект еще мог бы похвастаться таким количеством автотранспорта и могу вспомнить только один к сожалению ныне уже закрытый это был проект зос они еще живы но они уже закрыли проект именно относящийся к арма 3 вот у них тоже было огромное количество автомобилей там были автобусы и машины грузовые чего только не было тоже очень много было различного транспорта покрасок огромное количество вот он тоже меня в свое время удивлял своим количеством и его теперь здоровую конкуренцию ему составляет вот этот проект вы посмотрите просто какое количество машин и модификации здесь есть к сожалению нету покрасок как видите да вот эта строчка снизу с вариантами вариантами покраски здесь вообще отсутствует ну по крайней мере здесь она точно отсутствует других магазинах мы еще на это посмотрим но красить к сожалению здесь невозможно надо покупать то что представлено в магазине ну а в магазине есть из чего выбрать поэтому тут как бы я не могу сказать что это огромный минус этого проекта вот нет покраски здесь и без покраски есть на что посмотреть и что выбрать вот такие вот длиннющие машины здесь есть насколько я посмотрел по скриншотам о господи фигас посмотрите но это уже просто фура это просто фура посмотрите на размер этой машины очень хочется на каждый из них покататься пощупать ее но к сожалению столько денежков мне не дали хотя деньги у меня есть и мы сейчас наверное вернемся к тому самому уралу ой уралу мы к разу вот этому и наверное давайте-ка купим его я все-таки остановлю свой выбор на нем а газ 66 попробую посмотреть чуть позже если опять не забуду скорее всего завода ну и вот он мой свежеприобретенный красавец к сожалению уже вечереет я не могу подгадывать из-за нехватки времени подгадывать все время светлое время суток на острове записываю тогда как ну как придется так и записываю в общем ну вот такая машинка к сожалению в лучах дневного света это было бы наверно красивее ну или для любителей правильного произношения красивее но мы посмотрим еще на эту машинку и днем ну а пока вот так вот давайте залезем внутри посмотрим что внутри но внутри к на самом деле не особо красиво машинка это выполнено так себе ладно как есть в общем то придираться особо не хочется вообще ук раза было много модификации начиная от их родной железной приборки заканчивая камазовским оборудованием поэтому ну какой вариант выбран здесь бог его знает но для сравнения вот я выложил несколько картинок но вообще звук у модельки очень приятный не глушит такой ровненький управляется нас надо сказать сложно очень большой поворот радиус поворота видите какой огромный ну едет хорошо единственное что мешает это когда бросаешь кнопку газа но тут же включается звук тормозов вот слышите мне очень это приятно но вообще машинка неплохая неплохая как видите если некая прорисовочка приятная но хотелось бы конечно чуть чуть больше детализации ну ладно посмотрели на кразик и мы его еще увидим далее же я предлагаю проследовать в гараж пока поставить наши кразик в гараж и посмотреть как здесь выполнена работа почтового курьера ну а гараж на этом проекте выглядит вот так как мы видим локация изменена до неузнаваемости убраны два ряда гаражей заменено все это новыми текстурами но к сожалению текстурки легли не очень ровно ну вот так вот выглядит гараж давайте поставим нашу машинку в гаражик надо сказать что подобного здания я раньше не видел интересная зданица красиво выполнена но уж очень пестрый на самом деле но удивляет удивляет интересное здание смотреть как выполнено внутри наверное это здание какого-либо автосервиса потому что уж очень на это похожим к тому же здесь еще и стоит подъемник и заметьте опять опять стоит банкомат вот в этом автору опять большое спасибо он везде ставит банкоматы париться больше не надо также есть возможность открыть гараж вот это вот панелька управления открывает дальнюю дверь это в общем то ну ненужная функция сюда заезжать не обязательно можно и поставить машину рядом с гаражом и припарковать ее но все равно как антуражность как взаимодействие интересное решение и вот как раз хочу показать что машинка так управляется что даже сразу сюда не попадешь у нее очень огромный радиус поворота но она сюда заезжает и вот видите впереди стоит подъемник на него можно загнать машину и поднять ее но естественно не мою вот эту здоровую но легковушку он поднимет ну и далее идем ставить машинку гараж естественно как и везде взаимодействие с компьютером но посмотрите какого какой компьютер здесь стоит вот такой модели компьютера я тоже не видел интересная штуковина все запарковали нашу машинку ну и пойдемте покажу как работает этот подъемник у него есть такая же видите панелька нажимаем на нее и все подъемник поднял бы нашу машину но если бы она здесь была как я сказал скорее всего это здание разрабатывал для какого-то автосервиса для игрового естественно автосервиса но выглядит прикольно интересная штучка ну а далее решил что раз уж мы начали обзор автотранспорта то пойдемте в ближайший магазин легковой техники и посмотрим что здесь магазинчик выполнен ну прикольно симпатично и как видите есть надпись subaru хотя здесь продаются все машины они разбиты по категории но сейчас все увидите ну как видите вокруг магазина заменено полностью асфальтное покрытие на какое-то новое с какими-то интересными отражениями но вот так выглядит магазин внутри каждый от из этих вот компьютеров это отдельная категория автомобилей здесь они каким-то образом разбиты на на свои подкатегории тут есть компьютер который продают только mercedes есть только бмв есть какие-то гоночные кары очень сейчас увидите все разбит на категории ну и давайте начнем справа налево первый компьютер который нам предлагает автомобили как видите для обладателей випок но не менее витки не лишает нас возможности посмотреть что представлено в этом магазине и у друзья извините я буду листать достаточно быстро и какие-то машины даже пропущу но пропущу более-менее банальные машины какие-то встречаются очень часто потому что впереди нас ждет еще восемь таких же компьютеров и в некоторых компьютерах количество машин в два раза больше чем вы видите сейчас поэтому я быстренько прокручу основную мысль вы наверное поймете да какие машины здесь представлены какого вида какого класса они но останавливаться на чем на чем-то особенным мы не будем потому что нас впереди еще ждет огромное количество автотранспорта которого я уже скажу вам честно нигде раньше не видел это первый проект на котором я вижу вот такое количество всевозможного автотранспорта но остальные 8 компьютеров набитых автотранспортом мы посмотрим следующей части этого обзора ну а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго